Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников Адольф Хойнштейн. Немецкий художник, иллюстратор, график, дизайнер и театральный художник, мастер художественного плаката. Один из известнейших в свое время, пионер стиля модерна в Италии, так называемый стиль Либерти. Я цитирую Википедию, все то, что там нашел, его работы, очень мне понравился художник. Родился он в России, кстати, однако еще в детском возрасте его семья переехала в Вену. Здесь Адольф получил художественное образование. Первое практическое применение таланта художника проявилось во время его поездки в Индию, где он занимался украшением дворцов представителей местной элиты. В 1879 году Хойнштейн приезжает в Милан и оседает в Италии. Работает театральным оперным художником, декоратором, в первую очередь для миланского театра Ла Скалла. Занимает пост художественного директора. Художник создает плакаты постановкам богемы, тоски, костюмы для многих оперных спектаклей, в том числе для мадам Баттерфляй Джакомо Пучини. А также рекламные постеры для фирмы Кампари, обложки для газет и художественной литературы, почтовой карточки. Был близко знаком с Пучини и много вместе с ним работал над оперными постановками. После возвращения в Германию в 1909-1923 годы состоял в Дюссельдорфском союзе художников Палитра. В этот период мастер неоднократно вновь посещал Италию во время послевоенной, после Первой мировой войны гиперинфляции в Германии. Был автором отчеканенной в Бонне в 1920 году серии «Монет» номиналом 10, 20 и 50 фенингом с портретом Бетхойна на реверсе. В 1918 году Хайштейн окончательно поселился в Бонне. В Германии он занимался главным образом живописью и украшением многочисленных зданий. Был связан с Дюссельдорфской школой живописи. Умер в 1928 году 12 апреля. Вот, пожалуй, все, что мне удалось найти о Адольфе Хоенштейне. Смотрим его работы. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok